КИНОКАРМА В этом выпуске Кинокарма я постарался отобрать 10 лучших, на мой взгляд, психологических триллеров. Всегда считал несправедливым, когда забытыми остаются талантливые и оригинальные работы, успеху которых помешали глубоко вторичные факторы или просто ход времени. Также объединяет эти ленты психология человеческой личности, что для меня особенно интересно. Итак, я очищу карму, а вы берете на заметку забытые шедевры психологического кино. В фильме Кома идеально практически все. Неспешное повествование, убедительная актерская игра, правдоподобные персонажи и естественные отношения. Примерно треть фильма отведена на то, чтобы втянуть зрителя в сюжет и заставить его поверить в происходящее. И это работает. Дальнейшие события без этапа погружения могли бы показаться надуманными, но зритель давно уже ерзает на режиссерском крючке и разделяет все страхи и подозрения героев. Кома, как я и сказал ранее, трафаретный вариант психологического триллера, прошедший испытания временем и воспринимающийся на отлично даже в наши дни. Сюжет испанского триллера детектива «Миниатюрный остров» бесконечно банальный и обладает множеством пробелов. Игра актеров также вторична и забывается на следующий день. Однако перекрывает все эти недостатки в виртуозность режиссерского ремесла. Каждая сцена фильма выписана настолько правдоподобно и достоверно, что складывается впечатление полного присутствия и достоверности изображаемых событий. Неспешный триллер, в котором двое полицейских пытаются поймать убийцу. Отношения между напарниками развиваются тоже постепенно и меняются от доверия к подозрению. Вы будете настолько очарованы визуальной стороной картины, что простите множество несуразицей о логичности сюжета. Если, конечно, заметите их. «Миниатюрный остров» — это визуальное пиршество. Трибют стилистики кино 80-х под тяжелым психологическим прессом триллера «Детектива». «Эстрелка» — это 16 лет. «Кармен» — это 15 лет. В отличие от предыдущего фильма, картина «Они похожи на людей» целиком и полностью полагается на актерскую игру. Это прекрасный пример того, как, не имея на руках ни бюджета, ни оригинального сценария, ни новаторских приемов, можно снять глубокую и оригинальную драму-триллер. В центре картины лежат отношения двух друзей и, возможно, душевное заболевание одного из них. Зритель будет до конца ленты пытаться разобраться, где же скрыта правда и чем закончится развитие ситуации. Оторваться от сюжета будет очень сложно. Простите, что еще нужно от психологического триллера? Фильм «Жестокий ручей» значительно больше, чем психологический триллер. Данное кино дает возможность посмотреть на природу зла, непоправимость трагедии и вскрыть саму суть человеческого эго. Если смотреть с критической стороны, то следует отметить безупречность работы на множестве уровней. Прекрасная игра детей актеров, что явно является заслугой режиссера. Небанальный сценарий, позволяющий использовать как элементы новаторской съемки от первого лица, так и стандартный взгляд со стороны. Но и, конечно, правдоподобность ситуации и реакции подростков на нее. Если вы ищете небанальное кино с ясно читаемым социальным месседжем, сложной трагической ситуацией, не проходите мимо. «Жестокий ручей» — это ваш фильм на 100%. Австралийское кино само по себе стоит отдельного выпуска кинокармы и широко представлено во всевозможных жанрах. Однако для топ-триллеров я выбрал «Долгий уикенд» как один из самых атмосферных и необычных фильмов. Молодая пара приезжает на пикники, и, как все мы, сконцентрированы в основном на своих чувствах и переживаниях, не отдавая себе отчет в том, что вокруг нас существуют другие существа и сама природа, из которой все мы вышли. Чем больше радость испытывают молодые люди, тем больше страданий получает живой мир вокруг них. Однако, как оказывается, природа может постоять за себя. События начинают разворачиваться в диаметрально противоположном направлении, и уже совсем скоро молодым людям становится далеко не до веселья. Фильм-месседж всему человечеству «Долгий уикенд» способен в равной степени как увлечь зрителя, так и, надеясь, изменить отношение к окружающей природе. Работы Дани Вильнёва выглядят так, как будто бы под псевдонимом одного режиссёра работает целая команда. Уж очень разноплановые фильмы без каких бы то ни было узнаваемых авторских элементов, и при этом ещё и все удачные. Как бы там ни было, фильм «Пленницы» – инкарнация таланта Дани Вильнёва в жанре психологического триллера-драмы. Сюжет картины довольно вторичен, акценты сделаны на персонажах и раскрытии личностей, душевных терзаниях и кинописаниях быта. Неспешность ленты, помноженная на кинематографичный, создают тягучую атмосферу и правдоподобие, которые так важны в кинематографе в целом и в жанре триллеров и подавно. Я бы смело поставил картине высший балл, но чёртова натура критикана не даёт сделать этого ввиду излишней затянутости и банальности развязки. Такие фильмы, как «Попутчик», напоминают мне «Насекомое в янтаре». Стечение обстоятельств делает из обычной мухи через тысячи лет уникальный и бесценный экспонат. Так и режиссёр картины Роберт Хармон, вероятно, и не предполагал, что снимает свой лучший фильм. Сценарист не знал, насколько успешной реализацией станет его писанина, а уж Рутгер Хаур и понятия не имел, что образ его героя станет эталонным образом маньяка. Отличает также «Попутчика» глубинный месседж, который остаётся не в полной мере раскрытый рядовому зрителю. Это метафоричность самого зла, противопоставление нашего скрытого «я» по Фрейду в образе героя и его виз-за-ви. Если вас интересует идеальный триллер, неповторимый сценарий и безупречная игра Рутгера Хаура, лучшего выбора, чем «Попутчик» просто не найти. Торжество минимализма в дебютной работе романа Поланского «Нож в воде» доказывает мою теорию о синдроме первого фильма великих режиссёров. Если вкратце, то звучит она так, что темы, поднятые в дебютных работах, будут звучать и развиваться во всех последующих фильмах автора. «Нож в воде» — это образцовый пример психологического триллера, в центре которого звучит тематика шершеля фам и противоборство двух типов мужского «я». А поскольку данная тематика не стареет, кино, несмотря на более полувековой стаж, смотрится более чем актуально и живо. Не боитесь чёрно-белых лент? Интересуетесь психологическим кино и отношениями между полами? Объективно, лучше «Нож в воде» — только следующий фильм. 13-летняя дочь поэта живёт совершенно одна. Вдалеке от суеты и общества. Но вот случайный прохожий оказывается рядом. Завязывается диалог, что последует далее. Фильм «Девочка из переулка» в главной роли с юной Джуди Фостер — это значительно больше, чем триллер. Это настоящий психологический вальс, развязку которого будет тяжело предсказать даже искушённому киноману. Если вы цените тонкое кино, в котором язык тела, пронзительные взгляды, паузы между фразами и само молчание наполнены смыслом, то «Девочка из переулка» — на 100% ваше кино. Гениальная работа, выходящая далеко за рамки триллера. И вот он. По моему скромному мнению, лучший триллер всех времён и народов. Лебединая песня братьев Коинов, парад планет актёров, гениальная музыка, подчёркивающая банальность трагедии, юмор и ужас — тут есть место всему. Встречайте, Фарго. Говорить о совершенстве так же сложно, как и описывать музыку словами. Фильм Фарго нужно смотреть и пересматривать, переосмысливать увиденное, а заодно и свои жизненные устремления. Да, эта картина значительно больше, чем психологический триллер. Это и драма, и криминал, и, в конце концов, авторское кино. Словом, если вы ещё не смотрели Фарго, исправляйте проплешины своей кино-жизни, как я это делаю, со своей кармой. КИНОКАРМА 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 КИНОКАРМА